Итак, я думаю, все желающие уже собрались, и наш сегодняшний вебинар называется «Кибербезопасность АСОТП. Немного альтуре». Меня зовут Дмитрий Ярушевский, я являюсь руководителем отдела кибербезопасности АСОТП в компании «Диалог наука». Компания «Диалог наука» была образована в 1992 году, с тех пор мы являемся интеграторами в области информационной безопасности, и выполняем проекты в самых различных отраслях, в том числе и в АСОТП, чем я и занимаюсь. Итак, что же у нас за вебинар и почему он так называется? Для начала одно из наиболее понравившихся мне определений культуры, введено на экране. Культуры – это набор знаний, верования и поведения, который основан на символическом мышлении и социальном обучении. К чему это вообще, какое отношение это может иметь к информационной или кибербезопасности? Дело в том, что в зарубежных практиках есть такое понятие «Information Security Culture», которое пока отсутствует в отечественных практиках. Тем не менее, что под этим понимают наши зарубежные коллеги? Культура информационной безопасности – это не только то, как процессы, процедуры, касающиеся безопасности, должны выполняться в соответствии с оргмерами, например, политиками и прочим, но и как они на самом деле выполняются, как ведут себя сотрудники, как организован вообще процесс безопасности, защита каких-то активов и так далее. То есть, это все то, включая поведенческие характеристики сотрудников, менталитет и так далее. То, что складывается намеренно и не очень намеренно в рамках объекта или предприятия. Итак, то есть, в рамках данного вебинара я хочу как раз указать на некоторые интересные особенности, которые нам удалось выявить, связанные не только с политиками, требованиями, стандартами и прочим, но и с тем, как вещи действительно выполняются на объектах. Ну, за период с 2013 по 2016 год мы с коллегами осуществили проекты по обследованию, аудиту, информационной или кибербезопасности систем АСУТП более чем для 12 организаций. Это в сумме более 50 различных объектов, производственных площадок и так далее. Причем, зачастую они все устроены по-разному, подчиняются немножко разной структуре. Так вот, ни на одном из них не было документов, касающихся информационной безопасности, конкретно АСУТП. Здесь сразу говорю, что, конечно же, есть общие корпоративные политики, стандарты по информационной безопасности, есть какие-то установленные процедуры, касающиеся управления доступным, например, или антивирусной защиты и так далее и тому подобное. Но, когда речь заходит про АСУТП, как правило, начинаются нюансы. Нюансы заключаются в том, что не все из этих требований действительно применимы и технически реализуемы, либо их применение может привести к неприятным последствиям, собственно, для самой АСУТП, либо для технологического процесса. Других при этом требований нет. Ну, то есть, в качестве примера антивирусной защиты есть корпоративный стандарт. Это должен быть Trend Micro, например. Но Trend Micro не очень хорошо работает на СУТП-системах, на старой винде, на старых машинах, поэтому... Правильно. Поэтому его не используют вообще. Либо используют что-то другое. Причем эти вариации могут быть совершенно различными на разных площадках одного и того же заказчика. Но об этом чуть позднее. Так вот, здесь есть такая тенденция, которую я заметил, у меня сложилось такое впечатление, что есть такая тенденция, что когда речь заходит о соблюдении требований политик информационной безопасности в части АСУТП, происходит вот картинка серии «не вижу зла», «не слышу», «не говорю», «ничего этого нет». Ну, как бы, у нас есть документы, но в части АСУТП их не совсем обязательно соблюдать. Более того, я знаю организацию, где все стандарты и политики по информационной безопасности вообще напрямую содержат оговорку, кроме системы АСУТП. То есть вот так вот. При этом требований по информационной безопасности или документов, касающихся именно АСУТП, в этой организации нет. И так, вообще, я неоднократно уже говорил, что, на мой взгляд, одна из главных проблем кибербезопасности АСУТП или предприятий защиты АСУТП у нас в России заключается в том, что на объектах, на предприятиях нет ответственности за кибербезопасность. Более того, не совсем понятно, то есть не сложилась практика, кому же, собственно, эту ответственность передать. То есть, предположим, у нас есть некий объект, есть система АСУТП, кто должен быть ответственен за ее защиту с точки зрения информационной безопасности, за защиту от киберугроз, связанных с потенциальными хакерами, вирусами и так далее. Вроде как, подразделения, ответственные за автоматизацию, отвечают, собственно, за автоматизацию техпроцесса. Они должны обеспечить какую-то непрерывность, но в то же время информационная безопасность не совсем их профиль. Они об этом не очень и не всегда знают, это не их специальность, не их компетенция. Подразделения по информационной безопасности не очень, как правило, разбираются в самой АСУТП. В лучшем случае они хотя бы понимают в общих чертах технологический процесс. То есть, тоже непонятно, как они могут управлять системой защиты или сдавать политики и так далее. Если они в этом не разбираются. Другого подразделения, на которое бы были возложены такие обязанности, я не видел, опять-таки, ни на одном объекте. То есть, в принципе, ответственности, возложенные за обеспечение кибербезопасности, ни на ком нет. И пока вот именно эта проблема такая, на мой взгляд, достаточно глобальная и глубокая не будет решена, в принципе, ну, никакие системы, средства защиты, какими бы совершенными они не были, как бы они хорошо не работали из коробки, как бы они не ловили все возможные угрозы и риски, они эффективно работать не будут на объекте. Потому что некому этим управлять, некому нести ответственность, соответственно, некому обеспечить их нормальную работу, некому обеспечить сам процесс кибербезопасности. Да, вот если рассмотреть там общий срез предприятий и объектов, есть отдел автоматизации. Отдел автоматизации, собственно, решает задачи по автоматизации технологического процесса. Есть отдел сетей связи, который обеспечивает сетевую связанность, причем, как правило, на верхнем уровне. То, что касается нижнего уровня, это либо вопросы отдела автоматизации, либо это вообще сеть, построенная подрядчиком при создании СУТП, которая особо и не меняется. Есть отдел экономической безопасности, но его задача это предотвращение мошенничества, краш и так далее. Хорошо, есть отдел производственной безопасности, вроде бы ближе, но производственная безопасность обеспечивает безопасность людей, окружающие среды, оборудование и так далее. Соблюдение техники безопасности и тому подобное. Есть отдел физической безопасности, пропускной режим, видеонаблюдение, охрана периметра и так далее. Тоже не то. Хорошо, есть отдел информационной безопасности. Но обычно отдел информационной безопасности занимается, собственно, защитой информации в корпоративной сети, там, организация защиты коммерческой тайны, гостайны, если она есть, персональных данных и так далее. Более того, я слышал очень интересное высказывание от одного из руководителей подразделений по информационной безопасности, которое заключалось в том, что, дескать, а при чем здесь СУТП? Там вообще нет информации, мы защищаем информацию, а в СУТП только данные, там нечего защищать. Вот такая, собственно, позиция была озвучена, и более того, вот так оно на этом объекте происходит. То есть информационная безопасность не лезет в дела СУТП вообще никак. Все документы, которые они выпускают, как раз выпускают с отговоркой, кроме системы СУТП. А кто занимается защитой СУТП, совершенно непонятно. Причем, как правило, наверное, в большинстве случаев, при создании какой-то системы, естественно, и в ТЗ, и в пояснении записи включается соответствующий раздел по требованиям информационной безопасности. Так вот, что интересно, я так и не нашел ни одного внятного ответа, не откуда этот раздел берется, а кто, собственно, к этому разделу требования предъявляет, на основе чего. То есть это либо собственное соображение непосредственных функциональных заказчиков, то есть автоматизаторов, либо это то, что вписали подрядчики, а заказчики как бы посмотрели есть и есть. Вроде бы есть 31 приказ, который уже и можно бы соблюдать, но опять-таки как-то требования соответствия с 31 приказом практически не учитываются при создании системы. Ну, по крайней мере, то есть, возможно, они уже как-то учитываются или будут учитываться в ближайшем будущем, но пока те системы, которые уже есть, раздел информационной безопасности написан совершенно всегда по-разному, основываясь на совершенно разных вещах. Да, Михаил спрашивает, использовали термин кибербезопасности как синонимы БСУТП. Да, смотрите, я просто уже говорил как-то в рамках другого вебинара. Мне не очень нравится термин информационной безопасности в АСУТП, именно потому, что информационная безопасность подразумевает, что мы защищаем только информацию. В АСУТП, на мой взгляд, первое, что мы должны защищать, наш самый главный актив, это сам технологический процесс, его непрерывность, доступность мониторинга и наблюдения и целостность той системы, которая выстроена, то есть целостность самого процесса, потому что вмешательство злоумышленника или просто неосторожного пользователя, для нас, собственно, есть нарушение целостности. А когда мы говорим о информационной безопасности, мы как бы сразу себя ограничиваем, что мы защищаем некую информацию, это может быть только управляющие воздействия или только телесигнализация измерений и так далее. Здесь кибербезопасность термин немножко шире и, на мой взгляд, больше подходит. В принципе, зарубежные коллеги, опять-таки, как правило, используют именно его, то есть части защиты критической инфраструктуры или индустриальных промышленных объектов, они, как правило, говорят о кибербезопасности и сайбер-секьюрити. Есть использование этого термина еще для обеспечения защиты всего киберпространства, есть концепция в России, которая много лет уже обсуждается с Авбезом по концепции кибербезопасности, но там речь как раз все-таки немножко о другом. А если мы говорим о кибербезопасности АСУТП, то, да, я подразумеваю, в принципе, информационную безопасность, но немного шире. Так, идем дальше. Да, возникает вопрос очень часто, собственно, защита АСУТП, а вообще зачем и от чего? Ну, я не буду вам рассказывать о том, зачем, почему, какие угрозы, опять в сотый раз мусолить пресловутый стакснет и так далее. Давайте, как бы, раз мы все здесь собрались, наверное, мы все уже понимаем, что необходимость в этом есть, и что чем дальше, чем больше классические, скажем так, IT-технологии проникают в сферу АСУТП, чем чаще появляется более глубокая интеграция между технологическими сетями, корпоративными сервисами, системами управления производством и так далее, тем больше мы сталкиваемся с вопросами, что как-то, в общем-то, надо защищаться от тех угроз, которые мы привыкли защищаться в корпоративной среде. Теперь они приходят, собственно, и в технологические среды. Очень хорошо, если там сети АСУТП до сих пор изолированы, построены на уникальных протоколах, полностью закрытых, на редком вендоре, оборудование которого никому не доступно и так далее, если там внешние партизы защищены. Так бывает не всегда, и, в принципе, для новых систем, наверное, все реже и реже. То есть, как правило, как раз тенденция такая, что новые системы строятся уже с какой-то интеграцией или связью с корпоративной сетью. Это может быть, в хорошем случае, это отображение через терминалы исключительно каких-то реплик Хисториенов, например. В плохом случае это, в принципе, что угодно вплоть до общей плоской сети. Со всеми вытекающими угрозами, рисками и так далее. Тем не менее, несмотря на то, что, как я уже сказал, на большей части этих объектов нет никаких формализованных процедур, процессов организационно-распределительной документации, касающейся информационной безопасности именно ВАЗ-УТП, мы наблюдали довольно интересную штуку, которая заключается в том, что на некоторых объектах в рамках некоторых систем действуют вполне четкие и определенные процедуры меры кибербезопасности. Причем иногда довольно жесткие, то есть жесткие, я бы сказал, продуманные. Встречаются системы, где вплоть до всех коммутаторов, включаем порт security, четкое ограничение по MAC-адресам, аутентификация всех администраторов сетевого оборудования через радиус и так далее. При этом рядом может стоять системы совершенно открытые и незащищенные. При этом эти требования, опять-таки, они никак не формализованы. Когда начинаешь спрашивать ответственных сотрудников, а почему, собственно, это так, выясняется, что эта система так построена исключительно на личном понимании вопросов информационной безопасности в рамках своей зоны ответственности. То есть вот сетевик считает, что это необходимо, поэтому он это делает. Он считает, что это не нужно, он это не делает. У него нет никакого основополагающего документа, стандарта или регламента, на который бы он мог ориентироваться. Опять-таки, удивительно, но про 31 приказ, который уже вроде как не первый год действует с марта 2014, как правило, никто из отделов автоматизации не слышал. Из технологов тоже сетевикам он вообще как бы по барабану, по большей части, и даже не все сотрудники по подразделению информационной безопасности как-то о нем в курсе. Удивительный факт. Итак, у нас получается, что иногда почему-то система выстроена нормально, несмотря на то, что никаких требований нет. То есть меры безопасности есть, но не всегда и не всегда их достаточно. То есть здесь вот как раз одно из тех самых культурных проявлений, которые вроде как у нас требований нет, а вот человеческое понимание и поведение складываются таким образом, что меры реализовываются. Это хорошо, но это очень хорошо. Но это не всегда достаточно. Не всегда есть у соответствующих специалистов достаточно времени, внимания, силы и возможности повышать свою компетенцию еще и в вопросах информационной безопасности и уделять этому достаточно внимания при построении системы. Более того, есть такая еще тенденция, что вот когда начинаешь беседовать с ответственными специалистами за именно автоматизацию непосредственно, то большая часть рисков, которые они рассматривают изначально по умолчанию, они все связаны с нарушением доступности. То есть самое страшное и наиболее вероятное, что им кажется, это то, что система или ее часть перестанет работать. Ну и тут же начинается, но она перестанет работать, ну вот там позвонит диспетчер, там кто-нибудь придет, ночью приедет, у нас там есть запасное то, у нас есть запасное и все, либо там есть перевод в ручной режим, там оператор посмотрит на манометр, там запихнет термометр, померить линейку и выход из заслонки и все будет нормально, как-то раньше работали, так будет работать дальше. Причем здесь мнение тоже достаточно сильно расходится, в том числе и у технологов. То есть зачастую на схожих системах, в зависимости от такого средненного уровня квалификации персонала, именно технологического, они могут пользоваться ручным управлением, а некоторые технологи, соответственно, говорят, что нет, знаете, а вот наши операторы не смогут. То есть возможность такая есть, да, но выстроить электрические цепи правильно так, чтобы запустить там вентилятор, они, к сожалению, не смогут. Компетенции недостаточно. То есть, кстати, еще одну заметку всем моделирующим угрозы и оценивающим риски в СТП. Ответы на вопрос, есть ли ручное управление, само по себе недостаточно. То есть возможность ручного управления теоретически может быть. Но это не значит, что это ручное управление можно будет задействовать и использовать в случае какой-то аварии, выхода из строя системы управления. Так что рекомендую подрядчикам, либо тем, кто выполняет оценку рисков, поподробнее расспрашивать, а как, собственно, на это ручное управление можно перейти, и могут ли это сделать технологи, может ли это сделать оператор, который работает в 4 часа ночи в выходной день. Совершенно не факт. Так что большая часть рисков, как правило, рассматривается исключительно с точки зрения доступности. Дальше мы начинаем обсуждать разные возможные сценарии, в том числе и как, собственно, быть стелесностью. Возможно ли злонамеренный, зловредный перехват управления, изменение каких-то параметров и так далее. Тут часто натыкаюсь на забавный диалог из серии, что практически реальный пример, что я спрашиваю про вполне конкретную систему, можно ли сделать так, как вы считаете, может ли потенциальный зломышленник сделать так, что модифицирует прошивку или проект на контроллере так, что все параметры будут считываться с каким-то искажением. Ну, там вдвое больше, вдвое меньше, на порядок больше. Соответственно, передаваться в таком виде в SCADA без всяких сообщений об авариях и ошибках, и диспетчер, исходя из этого, будет принимать неправильные решения и осуществлять некорректные команды, которые могут привести к производственной аварии. Вот. И выясняется, что иногда да, что вполне это себе возможно. И, собственно, интервьюируемый мой собеседник как раз и знает и может это сделать. Вот. У него есть соответствующие права в системе, у него есть соответствующие знания. Он может не только это сделать, но еще и замести следы достаточно, чтобы это какое-то время невозможно было обнаружить. То есть, изменить параметры срабатывания по блокировок по некорректности датчиков, например, и так далее, и так далее, замести следы в журналах регистрации, и какое-то время это будет оставаться необнаруженным. Более того, иногда это может не только он, но еще и пара его коллег, которые сидят здесь же в кабинете, занимаются тем же, а именно администрируют систему управления. Но и тут же следует удивленный вопрос, ну а зачем, кто же это будет делать? Я, конечно, очень рад, что у нас везде работают высокоморальные, глубоко этические, преданные своему делу люди, но, к сожалению, меня вот лично немного беспокоит такой момент, потому что, ну, мы сами знаем по примеру корпоративной среды, да, что большая часть успешных атак всегда совершается с инсайдерами, и эти инсайдеры всегда находятся. Кому-то, ну то есть, было бы желание, а средства найдутся, это может быть там подкуп, угрозы, шантаж, промывание мозгов и так далее. И у меня есть легкое беспокойство на этот счет, что пока, слава богу, там такая возможность не дошла до, понимание такой возможности не дошло до террористов, там международных спецслужб, а может быть и дошла, и может быть они это успешно делают, по крайней мере в части спецслужб и так далее. Но, в принципе, доверие системам построено на исключительном доверии к нескольким администраторам, это не очень хорошая практика, и многолетний опыт корпоративной среды показывает, что эта практика всегда печально заканчивается. Вот, еще есть такой нюанс, что, да, вопрос на шоколадку, я вам честно вышлю в почту шоколадку за наиболее понравившийся мне ответ. А вопрос, на самом деле, интересный. Где граница кибербезопасности или информационной безопасности в АСУТП? То есть, сам термин кибербезопасности в последние годы стал более популярным, и он используется уже, наверное, наряду как раз с термином информационной безопасности, понимается примерно одно и то же. А теперь, что же под этим все-таки понимается? Очень хороший вопрос, потому что в российских практиках я четкого определения так и не нашел, где, собственно, эта граница. Поясню. Представьте, у нас есть автоматизированная система какого-нибудь замкнутого цикла, у нее есть некий сигнализатор, который должен показывать выход за предельный параметр оператора. Но сигнализатор это расположен так, что оператор, работающий из-за скада системы, его не видит. Ему нужно встать, пройти куда-нибудь и его посмотреть, чтобы его увидеть. Этот вопрос относится к кибербезопасности или нет? Например, в рамках одного из обучающих фреймворков по американскому стандарту NIST SP-882 рассматривается нашумевшая когда-то в 2005 году авария на нефтеперерабатывающем заводе, одна из причин которой, собственно, была связана именно с этим и с неправильно повешенным сигнализатором. Там была целая цепочка печальных событий, но это был один из таких моментов. И, в принципе, американские практики считают, что при оценке рисков кибербезопасности такие вещи тоже надо учитывать. Для нас же они пока совершенно внове непонятны. То есть мы все пытаемся отделить котлеты от мух и сказать, что техпроцесс это технологи, а СУТП это автоматизаторы, а вот безопасность этого всего мы сейчас вот как-то так быстренько возьмем и обеспечим. Но это невозможно. То есть давайте начистоту в корпоративной среде хороший специалист по информационной безопасности, имеющий какие-то определенные знания, не обязательно слишком глубокие в области сетевых технологий, приложений и так далее, может вполне себе, так сказать, рулить информационной безопасностью, выпускать вполне адекватные политики, требования и так далее, при соблюдении которых уровень безопасности будет достаточно хороший. В СУТП эта схема работать не будет. Сейчас, тут интересный комментарий. Я не знаю, вам виден вообще чат, да? Всем или нет? Ну, я на всякий случай зачитаю. Михаил Смирнов пишет, что термин информационная безопасность гораздо шире, чем понимают наши отрасли. У нас ВБ это защита информации ВС и ВПЗП. Кибербезопасность защита информации от НСД в автоматизированной системе. Так, я чувствую, сейчас начнем со споры Holy War. Ну, я пока оставлю это и понаблюдаю, и давайте вернемся к этому вопросу в конце. Итак, возвращаясь к границам, вернее даже не границам, а к компетенциям, которые необходимы. На мой взгляд, для того, чтобы действительно обеспечить на хорошем уровне защиту СУТП, кибербезопасность или информационная безопасность, необходима целая команда специалистов, которые имеют компетенции как в области технологий самого технологического процесса, так и в области системы автоматизации, которая используется, так и в вопросах информационной безопасности. Только в области сетевых технологий, в том числе тех протоколов и форматов передачи данных, которые используются и на нижнем уровне. И только сложив все эти компетенции вместе, можно действительно выстроить защищенную систему. Так вот, приведу еще один такой пример, как раз как повод для размышлений. Это с небольшими изменениями в целях конфиденциальности и упрощениями примера из вполне реального производства, которые мы со мной поделились, реальный инцидент, который произошел, ну, упрощая схему, есть некая труба, по которой идет горячий воздух, вот слева направо. Там стоит дорогой фильтр, который, собственно, этот воздух очищает, прежде чем он пойдет дальше. Фильтр имеет ограничения по температурному диапазону использования, поэтому из соседней трубы поступает холодный воздух, смешивается с теплым, остывая, ну, и так далее. Вот, для управления подачей холодного воздуха используется заслонка, которая управляется контроллером, а контроллер, в свою очередь, берет информацию с датчиков. Контроллер простенький, его взяли из числа списанных, софт написали самостоятельно, работает, определяет, заслонку крутит, все отлично. Фильтр стоит очень много денег, действительно много. Контроллер сам стоит совсем мало, датчики копеечные, софт достался бесплатно, его разработали на факультативных личных началах специалисты отдела автоматизации. Все какое-то время работает, а потом вдруг внезапно оказывается, что один датчик врет, второй в этот момент находится в поверке, а третий просто тупо сломался. Более того, контроллер об этом, собственно, никак не присигнализировал, он просто продолжил верить одному единственному врущему датчику. В результате чего фильтр перегрелся, сгорел, не пробыв в эксплуатации месяца от своего гарантированного слота. Убытки исчислялись в миллионах рублей. Вопрос, это имеет отношение к кибербезопасности или нет? Или к информационной безопасности? И на первый взгляд, наверное, нет. На первый взгляд, наверное, нет. Но давайте вспомним 31 приказ, все тот же, хотя бы. Есть там такие, я выделил оттуда всего несколько требуемых мер. На самом деле там больше интересных, но тем не менее. Обеспечение целостности. Разработка правил процедуры обеспечения целостности. Автоматизированной системы, в том числе, наверное, и датчиков. Разработка правил процедуры защиты ОСУ и ее компонентов. Разработка правил процедуры обеспечения безопасной разработки ПО. Анализ уязвимости и угроз безопасности информации в ходе разработки ПО. Периодически анализ изменения угроз информации, возникающих в ходе эксплуатации ОСУ. Так вот, если применить эти требования и рассмотреть их в рамках приведенного примера, то, на мой взгляд, ну, как минимум, анализ уязвимости и потенциальных угроз информации в ходе разработки ПО мог бы выявить, что о системе, собственно, не предусмотрена сигнализация о выходящих в строй датчиках или их взаимная проверка. Правила разработки софта, опять-таки, могли бы сказать, что такие меры обеспечивать необходимо. Кто-то этот софт должен был проверить, например, либо его просто надо было отдать сразу на откуп специализированным подрядчикам, просто потому что у них достаточно компетенции в этом, а не пытаться сэкономить и так далее. То есть, все перечисленные, кстати, меры, это меры, которые действуют для третьего класса защищенности, то есть для самого низкого. И это все организационные меры, я перечислил. Они не требуют покупки дорогостоящих средств защиты информации, они не требуют дополнительного обучения у вендоров, там, каким-нибудь особо хитрым, управлению какими-то особо хитрыми средствами защиты. Это то, что ответственный за обеспечение информационной безопасности в течение какого-то времени, если бы такой ответственный был, мог просто реализовать как процесс на объекте. Вот, эта организация всерьез задумалась, так сказать, стала на путь исправления, принял некоторые стандарты как раз в области разработки систем, но вопрос в том, что, опять-таки, это пока как-то не выпадает за рамки, с одной стороны, информационной безопасности, а с другой стороны, вроде как, есть требования, которые относятся к информационной безопасности, поэтому их автоматизаторы не знают 31-го приказа, а еще с третьей стороны, это относится и к производству, и технологической безопасности, и собственных систем автоматизации. Это я все по-прежнему к тому же, что, во-первых, что должен быть кто-то ответственный за кибербезопасность, а во-вторых, что должна быть рабочая группа, состоящая из разных специалистов, разных компетенций. Идем дальше. Есть еще одна такая, так сказать, культурная проблема, на мой взгляд. Связь между кибер-угрозами с УТП, а точнее их реализацией, и потенциальным ущербом бизнесу, почему-то не всегда бывает очевидна. Причем, она не всегда бывает очевидна, в первую очередь, бизнесу и департаменту экономической или информационной безопасности. Хотя, казалось бы, что зачастую на производстве оценить потенциальный ущерб от реализации угроз в автоматизированной системе зачастую проще, чем в корпоративной среде. В корпоративной среде слишком много тонкостей, неопределенных, не поддающихся подсчету параметров. Репутация, простое и так далее. Здесь вроде как все просто. Линия производства встала, 10 часов не выпускает продукцию, убыток такой-то. Линия выпускает брак в течение 4 часов, затратили столько-то материалов, выпустили столько-то брака, как это списали, там затраты такие-то. Так, сейчас еще минутку. Михаил, вы спрашиваете про мнение владельцев бизнеса. Это меня спрашиваете или это все продолжение? Так, а мнение владельцев бизнеса про что? Я, видимо, что-то пропустил. А, про то, что они не видят связи? Да, это по результатам общения с владельцами бизнеса. То есть, смотрите, я поясню, на основании чего я сделаю, что они не видят связи. Владельцы бизнеса, к сожалению, к счастью, но по факту они не всегда очень детально вникают в, собственно, технологический процесс, который бизнес обеспечивает. Поэтому, более того, они не всегда в курсе деталей информационных технологий, технологии автоматизации и так далее. И вот связь между тем, что там попавший древний конфидер в СУТП-шную сеть может приостановить всю работу на достаточно долгий срок, она для них не очевидна. Не сразу, вернее. То есть, ее надо объяснить. А вот такой проститетической деятельностью пока никто не занимается. То есть, понятно, что это не совсем их область. То есть, опять-таки, мы упираемся в то, что нет какого-то связующего звена от человека или подразделения в зоне ответственности, которого бы это было, в том числе и такая проститетическая деятельность. То есть, на первый взгляд, я слышал мнение от владельцев бизнеса, этой серии, ну вот, а чего вы собираетесь защищать нашу СУТП? Ну вот что, там антивирус поставьте, ну и будет там вирус, ну и что? Вот. Или же, например, что, ну вот, а что он сделает? Какие хакеры? Да кому мы нужны? Ну и так далее. Даже мысль о том, что это может быть кто-то из инсайдеров, который, имеющийся у него в рамках имеющихся средств и полномочий, может, в принципе, нанести достаточно серьезный ущерб технологическому процессу, так следствие бизнесу, она как-то, ну, действительно, почему-то для них не очевидна. То есть, я не говорю, что не для всех, да, я не обобщаю, просто такая ситуация, такая тенденция встречается. И вот сейчас некоторые из моих заказчиков, они в рамках там других или наших работ, неважно, но они как раз начинают разрабатывать, только разрабатывать методики определения материального ущерба от реализации угроз в АСУТП. То есть, вот это ощущение, да, связи, оно потихоньку, естественно, доходит, но не сразу. Вот. Да, почему, собственно, эта связь-то не очевидна? Потому что статистики по реальным инцидентам, связанным с киберугрозами, ее очень-очень мало. Вообще, по реализации каких-то угроз инцидентов на промышленных объектах, а уж если этот объект относится к критически важному, ее очень мало. А та, что есть, не всегда правдивая. Я вот только как раз пока готовился к этому вебинару, вспомнил про один известный мне инцидент на одном из объектов, на котором я лично был и видел, разговаривал с людьми, ну, инцидент был связан с терроризмом, то есть, в принципе, не совсем относящийся к киберугрозам, но просто суть в том, что я знал от первоисточников, как и что это произошло, и потом ради интереса посмотрел в информационных источниках, новостях и так далее, что же, собственно, по этому поводу писали. Так вот, писали, скажем так, прямо противоположно тому, что произошло в действительности. Я, к сожалению, не уверен, что будет правильно рассказывать подробности, то есть, раз уж это замалчивается, то и бог с ним. Но, тем не менее, вот такая тенденция, что эти инциденты скрываются или искажаются, она действительно есть, на мой взгляд. И статистики такой, как публикуют, например, тот же СЕРД, да, и для промышленных объектов у нас нет. Есть домыслы и всякие жареные факты в рамках информационных войн о том, что она Украине, там, а там все, а там то, но если быть объективными, то я думаю, что тут далеко до правды. Дальше. Да, ни на одном из объектов, которые я обследовал в рамках обследования для аудита, не было, собственно, разбора, анализов, инцидентов и простоев, связанных с нарушениями в АСУ ТП. То есть, что я подразумеваю под анализом, по каким-то причинам АСУ ТП или ее часть там отказала, пристала работать, простой на производстве и так далее. Да, это инцидент, да, это авария, да, проходит расследование, но категорирование по тому, что именно произошло, какая угроза была, была ли это, было ли это связано с потенциальным воздействием злоумышленника или там с вредоносной активностью или было это связано с, я не знаю, старой необновленной версией, там, программное освещение, конфликт и так далее. Вот такой анализ, такая статистика не ведется и может быть и зря. Другая, вот, еще одна из причин, что, да, как я уже говорил, расчет материального ущерба почему-то тоже пока не выполняется, я имею в виду потенциального материального ущерба от реализации каких-то угроз, связанных с информационной или кибербезопасностью в АСУТП. Ну, только-только вроде начинает. Я не утверждаю, что моя выборка репрезентативна, да, и что раз на тех объектах, что я видел, так это и везде по всей стране, так, но вот на тех объектах, которые я видел, это так, и у меня складывается ощущение, что это достаточно общая тенденция. Оценки рисков в части АСУТП вообще практически нигде не проводятся. То есть риски связаны с нарушением работы тех или иных компонентов, риски для непрерывности бизнеса для технологического процесса, как таково эта процедура отсутствует. И опять-таки, возвращаясь к нашей законодательно-нормативной базе, у нас и методик-то таких нет пока. То есть, либо это старые разработки математического моделирования, которые не достаточно сложны, они требуют очень высокой квалификации, они требуют большой компетенции информационной базы, и ее не могут применять на всех объектах посеместных. Да, я имею в виду, что нет оценки рисков с точки зрения информационной и кибербезопасности. Но опять-таки, понимаете, вот мы вроде как у нас есть, на мой взгляд, не совсем корректно разделять, скажем, технологическую производственную безопасность, информационную безопасность, физическую безопасность и так далее. То есть, почему я использую термин кибербезопасность? В принципе, я использую по аналогии с зарубежными практиками, стандартами, потому что там он подразумевает под собой целый комплекс проблем, в которые входят и потенциальные угрозы с точки зрения производственной безопасности, с точки зрения потенциального ущерба там окружающей среде, жизни, здоровье людей, экономики и так далее, и так далее. Ну, то есть, если так жестко делить, то мы что-то обязательно, я боюсь, упустим. Вот, ну и, да, опять-таки, то, что я говорил, вот такая просветительская работа по донесению до бизнеса, владельцев бизнеса, связи между потенциальными угрозами и ущербами для этого бизнеса, она пока тоже не очень проработана, не очень ведется. Да, ну и еще, наконец-то, напоследок, не в последнюю очередь, пользователи. Что я видел из хорошего? Из хорошего, что, как правило, у вас в ТОП достаточно много внимания уделяется защите от шаловливых или кривых рук, от не в меру любопытных и скучающих операторов и диспетчеров. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, для привилегированных пользователей практически нет преград, то есть, по умолчанию считается, что все автоматизаторы, они же все свои, они же за это отвечают, они не могут этому никак навредить. Ну, дай бог, чтобы так и было. И поэтому их действия, они зачастую никак не контролируются. Более того, я на одном из не очень крупных объектов, там, где, в принципе, системы выстроенные, особых изменений в них, как правило, в ходе эксплуатации не выносится, тем не менее, процедура внесения, ну, например, изменения параметров или блокировок выглядит так. Технолог звонит непосредственно специалисту отдела, из отдела автоматизации, говорит, слушай, там, Коля, мне нужно делать вот это, вот это, вот это, вот на таком-то там контроллере, вот, сделай мне так, чтобы вот в этой части, там, не было блокировки, или эти параметры считывались по-другому. И знаете, как он принимает решение? Он смотрит, если это вроде, на его взгляд, не очень сложное и не очень потенциально опасное, он это просто делает, а потом где-то у себя в журнале отмечает, что он это сделал, в лучшем случае, если не забудет. Если это, конечно, что-то сложное, то он идет к своему начальнику, начальнику отдела автоматизации, спрашивает его, стоит ли это делать, если тот говорит, да, он это делает. При этом это никак не регламентировано, нету ни критериев оценки, что такое сложно, что такое не сложно, какие параметры можно изменять, какие нельзя, в каком случае нужна заявка от, например, начальника цеха, которая должна утверждаться, ну, вернее, или утверждаться с начальником цеха, а потом согласовываться с автоматизаторами, это, наверное, скорее исключение, потому что, как правило, все изменения вносятся все-таки по согласованным заявкам от технологов и от ответственных за цех или производство. Но, тем не менее, вот такой случай тоже был. Соответственно, в такой системе, как по собственной воле администратор может нести изменения, так и став жертвой манипуляции со стороны злоумышленного персонала, пожалуйста, легко. Вот. Ну и снова, то, о чем я говорил, нет ответственности за обеспечение информационной или кибербезопасности. То есть, ни пользователи, ни администраторы не являются частью этого процесса. Им, как правило, информационная безопасность по барабану. То есть, они в лучшем случае, опять-таки, в части, в меру своего понимания и своего желания, как-то этим вопросом занимаются и не хотят, не занимаются, требований никаких нет, регламентов нет и так далее. И еще часто встречающаяся проблема, что нет контроля за увольными сотрудниками. То есть, уволили, это может быть в том числе и администратор. Пароли не меняются. Пароли, как правило, на многих системах вообще определили подрядчики, прописали в проектную документацию, сдали. С тех пор 10 лет они такие же, как админские, так и операторские. И все уволенные за эти 10 лет их по-прежнему знают и по-прежнему обладают навыками, знаниями, как, собственно, сделать так, чтобы, так сказать, поухнуло. И меры физической защиты, но они, конечно, есть, и пропускной режим есть, но любой пропускной режим можно обойти, особенно бывшему сотруднику. Это гораздо проще. Говоря о том, что в некоторых регионах, например, пропускной режим вообще очень интересно организован. на одном из объектов мы были с коллегой, в первый день, когда мы туда пришли, нам устроили полный досмотр багажа, рюкзаков, вытащили ноутбуки, проверили серийные номера, телефоны, посмотрели, нет ли камер, там сколько флешек пересчитали и так далее, документы проверили. На следующий день, на этот же объект, мы приходим с утра, то есть второй день, да, когда нас видят. О, ребята, привет, да, слушай, там, Вась, это же вот подрядчики, они приехали там к тому-то, тому-то, да пропусти их, давайте, ребят, проходите. Ну, они же нас уже знают, они же один раз уже смотрели. Вот вам как бы физическая безопасность, причем достаточно потенциально опасность с точки зрения терроризма в регионе. Честно, я был удивлен, очень. Вот. Как-то так. Ну и продолжая, то есть вот я, на мой взгляд, да, я вот сейчас рассказал о некоторых, о четырех основных, на мой взгляд, ключевых таких, именно, почему я вообще это отношу к культуре, потому что это такие проблемы или акценты, которые тяжело описать одним словом, то есть их нельзя отнести к организационным мерам или там к выстраиванию процессов, к управлению, нет, это вот целый культурный пласт, который касается и менталитета, как и ответственных за автоматизацию, за безопасность, так и руководство бизнеса, и это именно то, как вещи делаются на текущий момент, то есть в той части, которая касается информационной или кибербезопасности. То есть у нас есть проблема с отсутствием ответственного за ее обеспечение, у нас есть непонятности с, собственно, областью ее действия, не всегда очевидна связь с бизнесом, да, от реализации каких-то кибер угроз, и у нас есть пользователи, которые в случае их привилегированности и наличия полномочий практически никак не контролируются, зачастую, в том числе и уволены и так далее, и на мой взгляд, такие вот эти проблемы, они такой небольшой замкнутый круг организуют, я не говорю, что он неразрешим, на самом деле он разрешим, на самом деле эта ситуация уже потихоньку меняется к лучшему за счет привлечения внимания, а в последнее время вы знаете, что внимание к этой области очень сильно возросло за счет какой-то просветительская работа, за счет выполнения работ подрядчиками, специалистами ПФБ или собственных инициатив и так далее, но тем не менее, вот эти моменты стоит учитывать при попытках повышения уровня защищенности в рамках своих систем, там со стороны заказчиках или при работах, выполняемых подрядчиками, ну да, что же делать, как всегда работать, работать и работать, то есть в принципе для заказчиков, да, я бы вот посоветовал бы в первую очередь определить, а кто же собственно будет отвечать за обеспечение информационной лекарной безопасности АСУТП, эта ответственность сама может быть разделена и должна быть разделена, наверное, по соответствующим подразделениям в рамках какой-то части, но во-первых, вот эти зоны ответственности, они должны быть четко регламентированы, а во-вторых, кто-то должен все-таки процесс координировать, не мешало бы оценить все-таки хотя бы на верхнем уровне потенциальные риски для бизнеса, потому что тоже такая интересная ситуация, разговаривал с товарищем пару лет назад, который работает в фирме по производству лекарств, то есть в лаборатории, непосредственно, да, в лаборатории, которая осуществляет производство, там процесс автоматизирован, роботы, значит, сыпят там компоненты, смешивают, штампуют таблетки, упаковывают и готовят к продаже, и на мой вопрос, а как собственно это все там защищается, у него был такой, а чего это защищать, мы же там, у нас тут вот только лекарства делаются, что может случиться, он говорит, ну как бы насыпит робот в таблетку аспирина, что-нибудь не то, он говорит, ну у нас есть выборочный контроль партии, рано или поздно это же заметят, что у нас неправильные таблетки идут, вот это рано или поздно меня как-то очень сильно насторожило, я на всякий случай лекарства эта фирма больше не покупаю, но вот опять-таки, то есть я говорю, вот как-то вот эта связь, она почему-то не очевидна, все еще остается, и риски не всегда очевидны, и очень хорошо бы их как-то однажды сесть и хотя бы начать в общих чертах оценивать, да, после того как их оценить собственно их связать с бизнесом. Ну и я говорил в том прошлом или позапрошлом вебинар у меня был посвящен именно тем организационным мерам, тем политикам, регламентам, процессам, процедурам, которые можно выстроить на предприятии без особого, без особых капиталовложений, без особого вливания там средств или без особого влияния собственно на само СТП, на тех процесс, на то, как это СТП управляется с точки зрения отдела автоматизации, но при этом можно достаточно существенно, ну то есть можно многие риски, угрозы минимизировать просто за счет некоторых организационных мер, и это будет правильно, и это будет в принципе, почему-то это, как правило, не делается, есть такая тенденция, что заказчики со стороны, как раз, если это заказчики со стороны СТП, то они относятся к всем вопросам, связанным с политикой, оценкой рисков и так далее, как к чему-то нас абсолютно бесполезно, ну, дескать, вы вот ребята бумагу переводите, нам консалтинговые проекты вообще не интересны, нам вот нужно, вы нам построите систему, да еще такую, чтобы она сама работала, ближайшие пять лет не требовала ни внимания, ни модернизации, ничего, и защищала нас от всех угроз. Оценка рисков моделирования угроз, а зачем нам это? Вопрос, собственно, от каких угроз вы хотите защищаться, они говорят, ну, вы же специалисты, вы нам скажите, для этого нужно определенную работу провести, ну, нас это не интересует, вы нам систему главную построите, желательно, вот, что она сразу так из коробки, раз, сама настроилась, запустилась, и больше можно было ничего не делать, и никакой персонал за ней не смотрел, потому что у нас людей нет. Но на самом деле этот подход неправильный, и неправильный, потому что с точки зрения бизнеса, на мой взгляд, вливание в разработку именно процесса обеспечения безопасности, включающего в себя и организационные меры, они значительно меньше, чем строительство системы. Рисков для нарушения той же доступности от СТП гораздо меньше. А эффективность таких мер, вот, в рамках защиты от угроз, она будет гораздо заметнее, наверное, на первом этапе. Ну, то есть это как распределение 80-20, да, здесь тоже, наверное, 80% угроз можно, от 80% угроз можно защититься до 20% на средствах. Ну, это так, с потолка из этой цифры, но я думаю, что это примерно так и есть. Вот. Ну и еще неплохо бы повышать осведомленность, работать со всеми сотрудниками, потому что, как и в корпоративной среде, вопросы информационной безопасности, они касаются и должны касаться всех, в том числе и простых операторов, технологов, которые только нажимают там 4 кнопки. И еще кое-что, я думаю, что это как раз очень хорошо знакомо автоматизаторным технологам. Я могу об этом судить немножко по другой области, по части, например, там, сверхлегкой весы. Ну, короче, к авариям, действительно, и к очень плохим инцидентам, как правило, приводит не один факт, не одно событие, а целая цепочка. Либо это цепочка негативных факторов, либо это сочетание нескольких факторов плюс произошедший инцидент, который вовремя там не выявлен, не доложен, но за собой тянет другой, следующий, третий, четвертый и так далее. Вот. На мой взгляд, чем выше, в данном случае, будет вот этот общий некий культурный уровень, чем больше внимания будет уделяться безопасности всеми сотрудниками, тем лучше выстроены там понимание процедуры, процессы, тем меньше вероятность такого последнего стечения обстоятельств. То есть, эту цепочку будет проще где-то разорвать и отсечь на каком-то этапе. Ну, и напоследок, да, из того, что я рекомендовал бы с чем ознакомиться, как с заказчиком, так и подрядчиком, так и просто интересующимся, это стандарт NIST SP-882, американский, который, к сожалению, не переведен на русский, но он действительно очень хорошо описывает не только меры и угрозы, которые могут быть в АСУТП, но вообще типы их построения, какие, для чего используются, какие вообще потенциальные риски могут быть, какие не могут быть, причем здесь классическая IT, что интеграция за собой влечет и так далее, и так далее. Вот, и есть, собственно, подразделение CERT ICS, CERT, которые занимаются непосредственно анализом инцидентов в области промышленности и публикуют ежеквартальные отчеты, но, к сожалению, только по зарубежным инцидентам, потому что наши там не сообщаются. Вот, и у них также есть очень неплохие бесплатные онлайн-курсы, тоже, к сожалению, на английском, но, тем не менее, бесплатные и хорошие. Ну, всем спасибо за внимание, давайте переступим к вопросам. 62443 переведен на русский не полностью, если я не ошибаюсь, то ли первые две, то ли первые три книги переведены, но при этом они уже регулярно обновляются, последнее обновление в 2015 году было одно из книг, не помню, то ли пятый, то ли седьмой, вот, поэтому, поэтому вот. Ну, значит, вторая, третья, да. А, про то, что не переведен, я говорил про 882, мистовский стандарт. Так, а как все-таки быть с стационной безопасностью? Давайте посмотрим. Михаил, а у меня вот к вам вопрос, то есть, вы говорите, что кибербезопасность, это защита от НСД в автоматизированных системах. Поясните, то есть, откуда такая градация идет? Почему именно защита от НСД? И только. И даже в доконку следующий вопрос, а что здесь именно под НСД подразумевается? Ну, вот, 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 вот. Техканал, но я как раз и спрашиваю, собственно, а что вы считаете? То есть здесь, на мой взгляд, вот и есть сложность с тем, что, ну, ксевишные методики, допустим, упоминают в том числе и защиту от наводок, и электромагнитных воздействий и так далее. А Триспер приказ вообще про это не упоминает, если не ошибаюсь. Вроде как и те, и те с УТП касаются. Вроде как и те, и те говорят про информационную безопасность. То есть, ну, на мой взгляд, есть у нас путаница в терминологии, и нет, к сожалению, сложившейся практики этих разграничений. Кто же чем занимается, что же понимать под ИБ, что же понимать под кибербезопасность и так далее. И я честно скажу, что на всех, практически на всех объектах это понимание действительно совершенно различное. Ну, наверное, со временем в отечественной практике сложится какая-то общепринятая терминология. Ну, в конце концов, тема достаточно, не то чтобы новая, но, скажем, интенсивность работы по этой теме заметно возросла за последние годы. Появилось много нового, и людей, которые пытаются подтягивать и зарубежные практики, и как-то адаптировать наши, и стек этим занимаются, и так далее. Спустя какое-то время, наверное, это сложится. Коллеги, есть еще какие-то вопросы?